открытыми глазами и отвечали им на наболевшим. Я прекрасно понимаю, что в нашем городе есть масса проблем. Вот сегодня говорили про коррупционную, как законодательную исполнительную власть. Хочу вам от себя только сказать, на протяжении большого времени я смотрел на работу нашего Совета депутатов, который называется «Законодательная власть». Сожалею, люди с одним рефлексом – поднять руку и опустить. Мы порой не знаем даже их голоса, их высказывания и интервью, за что же они ратуют. Как пример, я недавно был в лесхозе. Меня просто это возмутило уже, что тот памятник, который установлен, сегодня принимается решение главой администрации его на демонтаж и на установки старого. Так и хочется сказать им, опомнитесь, куда вы лезете и что вы делаете. Тот памятник в лесхозе, я помню, еще во времена МГУКа, мы поддержали своими средствами и своими руками. Сегодня есть команда молодых, перспективных, смелых депутатов, которые не боятся им выступить и открыто им ответить. Я приведу вам еще два примера. На протяжении большого времени, эта деревня есть у нас прекрасная, Брамова, есть дома на ферме на улице Молодежной, А, Б и В. Все, что было от славянки, наша компания сделала, устранила. Осталось-ка за малым, поддержите то, что мы сделали. Нет, за три месяца все угробили. Я хочу еще раз только за них довести такие слова, что пора ваши обещания выполнять. Ведь поселок, как раз-ка, 10 лет, грубо, 9 лет без горячей воды. Начиная с 2012 года были приняты какие-то решения. Все на бумаге. Боятся к людям приходить, отвечать им на эти простые проблемы, на этих вопросов. Я хочу сделать два обращения. Первое обращение – это в адрес административной и законодательной власти. Пора бы вам немножко опомниться. Да, я понимаю, периоды у депутатов уже пришли как бы на финишную прямую. Вам решать, вам выбирать. Нечего сидеть дома. Больше участвуйте в активной жизни. Я обращаюсь также и к Союзу десантников, и к ребятам, которые знают ценой, чего воины-интернационалисты поставили этот памятник. Я обращаюсь к офицерскому запасу. Хватит сидеть дома на диванах. Примите для себя ясные, твердые решения. Без нашего с вами участия, без нашей с вами активной позиции ничего не сменится. Хочется пожелать всем молодым и перспективным, ребятам, есть старшее поколение, которое вас поддерживает. С Днем России всех! Спасибо. На следующее выступление приглашается местный житель Николай Анатольевич, который подошел и записался буквально сейчас. Если есть желающие, подходите, возможность выступить есть у всех. Добрый день всем земляки. Я немножко, может быть, не совсем, но вот сам председатель Союза десантников немножко сказал на эту тему. И вы знаете, поддержите вы меня или нет, все, но я обращаюсь даже в первую очередь к вам доносить все это, администраты и так далее. Мы вот здесь сейчас стоим, наверное, обязаны этим ребятам, которые отдали жизнь за сегодняшний день, за сегодняшний праздник. Очень обидно и больно, когда бабушки, вот посмотрите, одна скамеечка и стоят в очереди, чтобы здесь записаться, посидеть. Да, да, здесь было скамеечек 8-10, конечно, мы виноваты, мы вандалы, понимаете, отморозки каким 18 лет поломали, что-то на даче утащили и так далее. И вот бабушки ждут в очередь. А здесь, мои дорогие, особенно в выходные, да и в любой будний день, детишки, бабушки, дедушки, мамы гуляют. Мы как-то все дежурно, ну, возложили, здесь все более-менее, дай бог. Вон, это благодаря то, что, наверное, включили какая-то программа городская, эти фонтаны. Здесь уже все было разрушено, руины, руины были опять, конечно, мы виноваты, потому что поломали, покрошили, сейчас начали. Вот поэтому, пожалуйста, обратитесь. Я обращался уже в администрацию, между прочим, обращался. Я просил, звонил в милицию, когда здесь вечером, понимаете, рядышком подойти, ППС, дежурные какие-то, ну, две минуты тут. Участковые, в конце концов. Последнее. Знаю, что вот там вот собрались, церковь строить. Хорошее, святое дело, я тоже человек верующий, все. У нас, наверное, в городе есть, где пойти помолиться, мест, слава богу. Да можно и построить еще, есть. Ну, почему бы здесь, да, надо, когда и память, и дни поминовения, и дни гибели наших ребят. Ну, поставить здесь, ну, не церковь, крохоть, понимаете, такой густонаселенный район. Поставить здесь часовинку, понимаете, действительно, когда вот и отслужите службу, и так далее, и так далее. Нет, никого ничего, не спрашивая, значит, не знаю, не спросили ни у жителей, никого. Я вас прошу на этот момент тоже обратить внимание. И очень прошу, доведите, потому что место это святое, так же, как и бульвар Кузнецова. Вам всего самого доброго, мира и здоровья. Спасибо. Да, одна из самых счастливых проблем, что власть не слушает и не хочет слышать народ. И никогда не спрашивает о том, что делать и как делать. Только у своих интересов. А в следующем я приглашаю еще одного жителя нашего города, который записался, Станислава Ефимовича. Добрый день. Меня радует то, что сегодня на этот праздник, на этот митинг собралось много молодежи. Это хороший знак. Но я хочу начать с русских пословиц и поговорок. Вы прекрасно знаете, что рыба у нее с головы. Какой поп, такой и приход. Кто наш главный поп, вы знаете. Какой его приход, вы тоже знаете. И вот это вот у вас... Это вас обнаглело настолько, что несмотря на приближающиеся выборы, она игнорирует народ. Мы для них ничего не значим. Мы бытло. Вот и все. Еще что я хочу сказать. Возьмите последний закон, утвержденный думой. Это закон о реновации. То есть этим законом мы с вами лишаемся последнего. В любой момент богатенький Буратино укажет на этот дом снести. И его снесут, не считая с вами, выделят вам где-нибудь в глуши какую-нибудь завалюху. Или же предложат деньги по остаточной стоимости. Не согласитесь, вас вышликнут на улицу как ненужный элемент. Поэтому, когда вы пришли сюда, высказать свое вот это негодование, это хорошо. Я хочу сказать, что у меня масса примеров беспредела, грабежа народа. Я могу часами вам приводить эти примеры, но за исключением времени я хочу сказать, что вы сами прекрасно видите этот беспредел, который творится в нашей стране. Поэтому я хочу привести слова одного поэта, который жил в 18 веке, Гёте, немец. Он очень хорошо сказал в своем произведении «Пауст». Лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Поэтому, дорогие сограждане, приближаются выборы. Меня больше всего волнует, не дай бог, современные вот эти властители, которые сейчас властвуют, победят на президентских выборах. То, что сейчас творится, это цветочки. Но после президентских выборов, если старая власть останется у власти, вы почувствуете ягодки. Я не завидую никому. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.